всем по привету мои дорогие зрители и подписчики с вами как всегда сладкоежка у маразма выходит новейший видеоролик под названием с камеры в роблоксе ну что ж вы сами знаете то что роблокс на сегодняшний день популярен вот многие записывают видосы по теме этой да по теме роблокса кто-то стримит эту игру и так далее ну короче мы подобный видеоролик смотрели вот по роблоксу маразма сегодня смотрим это всем ребят желаю приятного просмотра думаю будет интересно в этом видео хочу поговорить про скамеров в роблоксе мой предыдущий ролик про нехороших дяденек в этой игре довольно хорошо зашел по просмотрам а также прекрасно понимаю что игра роблокс очень интересна школоте поэтому тут как говорится куй железо пока горячо скам 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 я думаю нет ни одного человека даже самого умного самого прошаренного которого прям невозможно на что-то развести вот я например до 2022 года никогда не разбирался в крипте то есть вот например перевели тебе юсдт и что с ними делать как выводить на российские карты и так роблокс господи эта игра наверное лидирует по той вакханалии которые там происходят мне кажется роблокс уже скоро даркнет полноценно заменит сколько там всего проворачивается и я думаю вам не стоит рассказываешь но роблокс это игра давно популярная я сколько вот живу они слышу то в виду огромного токсичного комьюнити дошкольников которые чувствуют свою полную безнаказанность в интернете игра роблокс просто лидирует по количеству скамеров я не знаю мне кажется даже такого числа еще не придумали сколько только мне вот интересно как там скамят людей скамят в роблоксе там каждый 2 10 лет на роблоксы эти на скины или как и школьник уже за счет скама на rolls-royce себе заработала всю семью в москву сити перевез а проворачивается это чаще всего по следующей схеме значит есть различные сайты которые торгуют ключами аккаунтами такие как например фан пей play rock этим сайтом у меня как таковых претензий нет потому что я довольно часто покупал себя аккаунты от стима ни разу мне там краденые аки не продали но то о чем я дальше буду рассказывать это не вина этих сайтов в общем какой-то школа без или не обязательно школа без покупает значит аккаунт в роблоксе с родной почты у какого-то надежного продавца как мне объяснил мой подписчик обычно аккаунты скорбоксом стоит в районе девяти десяти тысяч и затем он создает аккаунт на каком-нибудь условном фан пэй или плеерки разумеется с использованием пьянов и всех прочих средств обхода защиты и условно говоря аккаунт скорбоксом который по-хорошему должен стоить девять десять тысяч он продает за тысячи две три и разумеется школопеды которые хотят поиграть на вкачаном аккаунте покупают это так за все те же две три тысячи разумеется продавец называет им пин-код чтобы они поменяли почту и дальше в течение двух дней пока деньги покупателя лежат на фан пэй они у продавца то есть если вдруг с аккаунтом что-то случится то фан пэй как бы деньги вернет школьник наслаждается игрой на вкачаном аккаунте и дальше через два дня когда деньги поступают уже непосредственно на карту продавца то есть камера с камер вас он этот аккаунт возвращает обратно себе до устанавливает свой аккаунт ну вот используя для этого оригинальную почту и затем на том же фан пэй или плеерки они создают еще несколько аккаунтов с абсолютно разными никами привязывают туда абсолютно разные банковские карты и таким образом они могут делать тысяч по 40 в неделю и вы короче скамят так как умеют вот уже скамят так как могут вот вот наверное те кто не особо шарит за рублокс меня спросите что же это за тебя то будьте аккуратными вот когда вы что-то покупаете и так далее дебильная система такая когда ты даже сменив почту не можешь получить полный доступ к аккаунту и любой спамер с помощью своей оригинальной почты может спокойно восстановить этот аккаунт а я вам объясню в рублоксе такая конченая защита от фишинга что основная почта которую ты указываешь при регистрации является пожизненной на данном аккаунте то есть всякий раз когда ты продал этот аккаунт другой человек уже поменял там свою почту ты можешь этот аккаунт восстановить написав поддержку со своей родной почты на которой ты этот аккаунт и регистрировал и эта поддержка просто 700 процентной вероятностью тебе этот аккаунт восстановит если какие-то сайты например как фан пэй или play rock те же еще пытаются как-то с этим бороться то есть блокирует аккаунт из камеров по айпишнику не дают им зарегистрировать новые аккаунты тус да они все равно умудряются а мы черные с камерой они роды где-нибудь в телеграме в группах в телеграме то там знаете сколько их вконтакте в каких-нибудь дискорд серверах и причем школьников лохов их же просто завались которые даже гарантов никаких искать не будут при покупке аккаунта то есть они просто скинут свои деньги какому-то левому чуваку по номеру карты тот разумеется даст лоху свой аккаунт потом его восстановит и по итогу лох окажется ни с чем теперь же я вам расскажу как покупать аккаунты так чтобы вас не кинули лучше конечно вообще никакие деньги не вкладываясь во всякие донатные помойки типа roblox но все же если у тебя прям горит купить себе вкачанный аккаунту слушай 99 процентов с камеров тут же сливаются как только ты у них просишь логин и пароль от их родной почты то есть той почты на которой аккаунт roblox был зарегистрирован но им невыгодно давать зачем они будут давать пароль и логин до от родной почты если они потом это будут восстанавливать аккаунт чтобы уже непосредственно забрать эту почту себе и чтобы этот аккаунт тебе принадлежал если продавец не соглашается этого делать или же не соглашается работать через гаранта если вы это то покупать у него не стоит сделку проворачиваете где-нибудь телеграме или в дискорде и тут важная помарочка через надежного независимого гаранта они его какого-то там брата свата который также тебе кинет независимых гарантов можете искать где-нибудь в группах вконтакте главное смотреть чтобы у города было много отзывов и что самое главное не накрученных хотя вконтакте сейчас накрутку отзывов активно борется и потом если тебе продавец допустим соглашается продать аккаунт с родной почтой но почту он тебе продают не родную на которой к он был перепривязан то есть как это вообще узнать а дело в том что когда ты первый раз перри фиксируешь свой аккаунт через почту тебе в рублоксе дается определенная шмотка вроде бы это какая-то шапка зеленого цвета верифик бандана она называется и нужно отследить следующую закономерность если эта почта родная которую вам дал продавец нужно сначала посмотреть когда была получена эта шапка а затем на почте отследить дату когда приходила письмо трубокса если эти даты бьются между собой то тогда почта родная можешь это такой он покупать потому что в рублоксе аккаунт сам восстановить через родную путь что это вообще ничего не стоит это просто 700 процентов что восстановят так как я уже говорил в рублоксе просто конченная система противодействия фишингу то вот это плохо google почты допустим так просто это уже не прокатит там ты конечно можешь почту восстановить через свой родной номер телефона который у тебя был привязан или через запасной но опять же если ты напишешь поддержку что ты эту почту купила если ты это сможешь доказать то тогда тот первый владелец просто летит и у тебя то почта останется навсегда я вам покажу один из примеров как засками ли друга моего подписчика на 7000 давай я конечно понимаю что этот друг конченый вашара но давайте все-таки делать скидку на его возраст ну во первых что из этого мы можем увидеть сразу смущает что продавец 1 предлагает тебе перейти в телеграм во вторых просто посмотрите как он общается ребят на всякий случай если хоть кто-то в интернете с вами общается за ч поч про какой-нибудь там пон ван общается с вами на ты как-то слишком борза то скорее всего это какой-то тупорылышка вопец камер особенно что прошло они правильно если вы что-то кому-то продаете да спасибо за подписку кто там подписался вот если вы что-то кому-то продаете вы должны вежливо к покупателю относиться вот нельзя вот так вот писать типа давай быстрее привет будешь покупать не будешь но так делать не надо обратить внимание жизнь вам в принципе в интернете пишут чувак который не особо любит общаться голосовыми сообщениями то скорее всего это и подавно школьник так как школа та чаще всего стесняется своего голоса нормальные продавцы у которых большое количество отзывов и которые продают аккаунт скорбок сами явно не за две три тысячи рублей они общаются с большой буквы без ошибок создано вот 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 таками при то что я и сказал пинания без всяких сокращений типа зач поч не стесняются отправлять свои голосовые сообщения не против привлекать независимых гарантов я конечно не хочу пиарить ресурсы где вы можете найти добросовестных продавцов лучше всего либо искать вконтакте где огромное количество отзывов либо есть определенные сайты с продажами где ну как бы подороже но тебе не кину у них уже целый бизнес выстроен они скупают такие вот вкачаные аккаунты и потом с наценкой продают в к можешь просто по недавним отзывам отсортировать и людям в личку писать москама ты или нет кстати еще забавный факт вот этот вот аккаунт который я вам показал едут специально не блюрил ни логины не пароли ничего так вот вот этот вот школа трон это один из самых вообще прошаренных скамеров рублоксе на него там и жалобы кидали еще только стиме делали он постоянно свой аккаунт восстанавливал и он там наверно на ламборгини уже себе заработал сколько людей за скамил у него дома казино на лимитках и 12 групп вконтакте по скаму и куча офигеть аккаунтов на фанпэй его до сих пор не могут добить репортами да и вообще как я вам уже и сказал рублокс это просто настоящий клоака скамы и токсичной школоты я помню когда я первый раз еще скачал эту игру и вообще сначала не в дуплю знаете что я вам скажу у каждой игре есть комьюники да и в этом комьюники есть подобные люди вот возьмите ту же например кейс голда там тоже есть камеры вот и не удивляйтесь и вы со мной будете согласны я уверен вот не надо далеко идти роблокс вот киаска вот учетом нужно делать зашел какую-то игру не понимают туда бегать не могу эту купит у купи это я взять не могу и удалил через десять минут после того как вообще скачал и поэтому подводя итоги я вам вообще не советую донатить по всяким мобильные помойки ладно еще какие-нибудь ютуберы или стримеры их можно понять чего не туда огромные бабки вливают они контент на этом делают ладно еще какие-нибудь взрослые люди которые не последний да и те люди которые популярные до которые делают контент они ну они умеют с камера вот обходить вот они умеют с ними общаться вот и они умеют не вестись на это все не свои бабки вливают онлайн игры ведь у школьников современных у них уже такая зависимость от всех этих мобильных драчей линдзе их рублоксов там про старцевти уж перечислять боюсь причем они реально на школьных обедах экономят чтобы какие-то сраные рублоксы потом потратить свои бабки вот а потом еще и засками на там 200 300 рублей они по 4 по 5 тысяч вливаешь в какой-то аккаунт сраный купить в игре ребят есть нормальные мобильные игры на кой черт вы в эти дрочильные бабки донатите в общем ладно не ведитесь на скам ставьте лайки подписывайтесь на мой канал и обязательно жмякайте на колокольцо чтобы не пропустить мои следующие видео дорогие мои зрители и подписчики что я вам хочу сказать насчет данного видеоролика и что я вам хочу сказать вообще по всему этому поводу значит в принципе маразм сказал все по факту было интересно посмотреть вот я ни в коем случае вам не говорю то что типа не тратьте деньги на эти аккаунты да не тратьте деньги на эти робуксы вот у каждого есть своя жизнь и каждый имеет деньги да и каждый должен сам решать и понимать куда ему тратить его же деньги да просто надо быть аккуратными чтобы вас вот не обманули не засками ли и так далее вот ну прежде чем что-то сделать я вам говорил сто раз подумайте чтобы не было вот подобных ситуаций с вами как всегда был садка ешка всем огромное спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал в комментариях пишите свое мнение насчет моей реакции мнение насчет данного видеоролика всем желаю добра всем удачи и всем пока пока